Опыт проблемы и перспективы как особенность организации инклюзивного обучения на базе Зайенской средней школы номер 6. 1 февраля прошла межрегиональная научно-практическая конференция с приглашением директоров образовательных учреждений. Местом проведения конференции эта школа была выбрана не случайно. В прошлом году она выиграла грант «Успешная школа» в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, на средства которого педагоги школы обучаются работе с детьми-инвалидами. Педагоги школы не только повышают квалификацию без отрыва от учебного процесса, но и еще 20 учителей начальной школы проходят переподготовку по специальностям, позволяющим профессионально работать с детьми-инвалидами. Работающий в инновационном режиме педагогический коллектив создает все необходимые условия для развития творческого и интеллектуального потенциала, обучающихся согласно концепции модернизации российского образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья из 31 семьи включены в целевую группу республиканского проекта «Учусь видеть мир». В школе номер 6 обучаются 22 ребенка-инвалида, 9 из них проходят обучение на дому. И задача школы сейчас создать такие условия, чтобы ребенку с ограниченными возможностями здоровья организовать полноценный учебный процесс. На конференции педагоги, работающие с такими детьми, рассказывали об особенностях обучения, трудностях делились опытом. Особое внимание привлекло выступление кандидата педагогических наук высококлассного специалиста в области работы с детьми-инвалидами Андрея Царева. Я очень рад, что здесь, на Китарской земле, происходят изменения в отношении и подходах к образованию детей, которые нуждаются в специальном образовании, особой помощи. В рамках конференции была организована работа круглого стола, где педагоги могли более плотно обсудить проблемы и определить, что нужно сделать, чтобы максимально дать знания ребенку с проблемами здоровья.